здравствуйте друзья расскажу вам забавную историю которая так пришла мне на память думаю если сейчас не расскажу потом может вообще не вспомню было это году эдак не соврать 80 боюсь втором третьем вот так давно и был я научным сотрудником только-только поступил на работу в это учреждение а до этого был значит соответственно инженером связистом там цифровым дизайном занимался а это педагогическое такое учреждение для системы профессионально-технического образования такой институт как отраслевой и я работал в лаборатории методов интенсивного обучения ну и поскольку я пришел и шеф говорит вот давай разбирайся с тем как мы тут обучаем машинописи и будешь делать тренажер то есть такая у меня работа была достаточно инженерная но как бы вот с методическим таким уклоном в общем разбирайся как это все происходит ну и так вводят меня в курс дела показывают материалы там я участвую в экспериментальных каких-то группах которые обучаются наблюдаю ну и так чтобы далеко не ходить значит в этой истории к чему я клоню что при изучении машинописи по тем временам считалось как бы общепринятым что изучать клавиатуру надо со среднего ряда вот так пальчики поставил на средний ряд ну вот эти восемь восемь клавишей значит и соответственно вот с них и начинаем ну а по программе учебных заведений тех лет вот допустим пт у там и еще в упк учебно-производственные комбинаты для школьников довольно много часов отводилась на изучение машинописи в частности вот этого среднего ряда на средний ряд отводилась 24 часа вот представьте себе друзья там всего 11 клавишей 11 клавиши значит и вот на них стоят эти пальчики значит и вот на 24 часа надо что-то печатать уж как они только там бедные не изгалялись но в традиционной системе то они брали одну букву и вот так по одной букве там два ряда ее печатали потом добрать какие-то сочетания из двух букв потом брали какое-нибудь одно слово и давай это слово там печатать там полстраницы или там несколько несколько строк и тут мы ночь подходим к сути нашей истории дело в том что все таки там всего 11 букв всего 11 значит если у вас там перед глазами есть клавиатура в данный момент или может вы помните так пальчиками на память значит там начинается слева направо f и в а да пи-р п-р это о-л-д-ж и буква э конечно там неплохо то что есть сразу три гласных но две хорошие такие как о и а без которых ничего не не напишешь ну и буква это можно тоже но с точки зрения обучения да все-таки надо чтобы все клавиши как-то участвовали даже те которые редкие там типа ну и вот сочиняли из этих 11 букв несчастных сочиняли какие-то слова причем вы должны понимать что общество было идеологическое и не всякое слово подходило например допустим слово вор да хоть она там и по буковкам подходит но это какое-то негативно звучащее слово и советскому человеку она совершенно не близко поэтому то что скажем вор нельзя а ровы можно соответственно ну был бы были какие-то упражнения и в этих упражнениях было сколько-то вот этих вот слов и писали их естественно фразами фразами из этих 11 букв ничего сочинить никто даже не пытался но ну ну как можно фразами но по одному словечку вот эта словечка там много-много строчек вот представь все 24 часа они мурыжили эти несчастные 11 букв и вот а мы же в лаборатории интенсивных методов у нас они мне все все не как у людей мы по-другому ну шеф по-другому я если вы знаете я автор метода обучения машинописи вместе с сергеем ходыкина моим соавтором вот но мы начинали вот у этого товарища а потом мы с ним разошлись принцип по принципиальным позициям как в море корабли и пришли со своей методикой но это уже отдельно отдельная история вот начинали мы так и первое творческое задание я хочу сказать что я после этого многократно наблюдал новых людей которые приходили и ну там готов разбирайся с этим да которые увидев этот средний ряд и вот эти упражнения убогие которые были они говорят нет ну надо же что-то сделать надо же что-то сочинить и они сочиняли какие-то новые слова которые раньше в упражнениях не не участвовали больше того а умудрялись сочинять какие-то знаете фразы иногда очень смешные например вот скажем и из того что вот на что мы наткнулись вот в тот момент когда пришли в это учреждение к счастью эти фразы не были достоянием всего отечества а использовались только в экспериментальной работе но вот например там допустим такая да и и там надо было под побольше чем длиннее тем лучше как бы идея такая была чтобы были длинные такие фразы чтобы не писать одно слово целую строчку пойти чтобы все-таки разница была вот описать просто набор слов тоже ерунда получалось что хорошо бы фразы и вот сочинялись фразы эра вражды родов эллады порождала жар пожаров а как вам образчик это без знаменитого слова которая там начинается на букву же который тоже удачно вписывалась пойти же о п там это вот тоже можно было но уже совсем за рамками приличи поэтому не использовалась хотя могло бы значит это я вам про эру вражды родов эллады а вот например а такая фраза вдова лорда эдварда дважды радовала пажа например так что неплохо да жалко не сохранилось у меня вот тех старых методических рекомендаций знал бы конечно взял бы с собой вот вам показал ну так уж вышло хотя я могу погуглить на вот эти фразы может они где-нибудь там опубликованы не дай бог в общем так вот мы все новички этого дела так сказать студенты машинописи ну смысле методики обучения машинописи мы все начинали с того что придумали какие-то новые слова или там фразы это был очень креативный процесс и самое главное что он простой такой легкий не требует высшего образования вообще ничего такого не требует кроме задора так что друзья давайте мы с вами вот значит вовлечемся в этот процесс и да значит в комментариях покажем ваши фразы которые вам удастся сочинить вот например с этой вдовой лорда эдварда а там была такая что там вместо пажа она вдова лорда эдварда дважды радовал радовала повара проба вот так что с поваром тоже там было короче нет предела креативности наших зрителей я не уверен что тысячи из вас вовлекутся в это дело но вы можете привлечь сотрудников на работе которым нечего делать я тут смотрю нас многие на работе не знают что делать и им скучно вот так пожалуйста это очень это очень креативненько а мы потом может быть выпустим сборник упражнений эти там по освоению среднего ряда клавиатуры счастливо друзья а а а а